Мы находимся в спальном юго-западном районе Екатеринбурга. Именно здесь, в 2018 году, случился пожар в Хрущевке. Казалось бы, твой случай, но в клубах дыма спасатели нашли тело старушки со следами удушения. Погибшей Риме Грищенко было 87 лет. Тогда еще никто не догадывается, что это всего лишь эпизод целой серии коварных нападений на пенсионерок. Следователи проведут более ста допросов, но долгое время преступников не смогут найти. Об этом загадочном уголовном деле расскажем прямо сейчас. В 10 часов вечера я прихожу с прогулки, с зеленой рощей гулял. Захожу домой, только разделся, звонок соседей, ночью-то из квартиры идет дым. Понятно, мысли сразу нехорошие. Но все равно человек пожилой. Поставила чайник или кастрюлю, забыла, уснула. Вижу уже очень много народового подъезда, пожарные машины и пожарные. Пытаются попасть в дом через балкон, потому что дверь закрыта, дверь металлическая. Я говорю, я открыл дверь, срочно заходите. Какое-то время проходит, один выходит и такие жесты показывают, что все, там труп. Ну, вы понимаете, да, состояние? То есть, как это все для себя пережить, да? Как это переварить, что называется? То есть, ну, стопор. Ну, стоишь и не знаешь, что делать. Дорогая мамочка, спи спокойно, покойся с миром. Мы тебя помним. Помним. Добрым словом. Смерть Риммы Грищенко наступила в результате механической асфиксии от удушения петлей. Это цитата из уголовного дела. Также у пенсионерки были сломаны три ребра, а на теле были множественные ушибы. В квартире старушки все вещи были разбросаны, но при этом тайник с деньгами никто не тронул. Вспомнил, что у нас был разговор с мамой, что у нее есть деньги в квартире. Примерный ориентир, где они могут быть. Я позвонил следователю и сказал, знаете, вот, по-моему, вот там должны лежать деньги. В кухонном шкафу около газовой плиты, значит, выдвинули ящик. Под ящиком, значит, хранился пакет. И вот в этом пакете, значит, они нашли эти деньги. Большая сумма? Ну, около 300 тысяч. Таинственное убийство старушки сразу получило особый статус. Главная версия, которую стали проверять, это причастность серийного маньяка. Для расследования преступления в Екатеринбург из Москвы приехали криминалисты. Они взяли образцы следов ДНК, найденные на месте убийства. Одна из версий была, что данному убийству причастен поволжский маньяк, который совершил порядка 30 преступлений на территории поволжского округа и уральского округа. А что указывало, что это мог быть маньяк? Способ совершения преступления, то есть все жертвы маньяка были задушены, так же, как и по данному уголовному делу. Плюс все потерпевшие проживали в хрущевках. И, как правило, преступник совершал преступление в отношении пожилых женщин, которые проживали на первом и на вторых этажах указанных домов. Выше второго этажа маньяк не поднимался после одного случая. Когда его застали на месте преступления, убегать пришлось через окно. Именно поэтому с тех пор он совершал убийство старушек в квартирах не выше второго этажа. Расправа с Риммой Грищенко как раз подходила под почерк маньяка. Она жила на втором этаже в хрущевке. Но после исследования образцов ДНК эта версия не подтвердилась. Когда следователи стали изучать все детали, то выяснили одно очень любопытное обстоятельство. Оказывается, двумя годами ранее Римма Грищенко уже была жертвой нападения. Тогда в ее квартиру ворвался неизвестный мужчина в маске. Они уже ложились спать. Услышал звук открывающегося замка. Зашел человек, опять же, в маске, как бы натянутый. Мама схватил. Она его оттолкнула. Ну, с ней справиться очень сложно. Потерпевшая оказала активное сопротивление. Выбежала в подъезд. Стала звать на помощь. Обвиняемый испугался, что его могут задержать. И скрылся с места происшествия. При этом необходимо отметить, что он нанес потерпевший удар резиновой дубинкой. Рассек ей голову. Но установить связь между убийством и нападением двухгодовалой давности не удалось. Криминалисты изучили более ста образцов ДНК. Но ни один из них не совпал с найденным на месте преступления. Уголовное дело даже временно приостановили. Выйти на след преступника удалось спустя год. Когда в Екатеринбурге произошло еще одно дерзкое нападение на старушку. Тогда жертвой стала прикованная к кровати онкобольная Галина Верниченко. Когда Галя ушла, я решил сделать тестировку по поводу, посвященной ей. Я попросил татушницу, чтобы она на фоне лиры букву ГАИ изобразила. Что она ей сделала? Это память о моей жене, которую я любил и сейчас продолжу любить. Я приезжаю. Галя сидит на полу. И потом она мне все это рассказала, что с ней произошло. А произошло с ней следующее. Заходит в маске мужчина. Она стала кричать. Связал ее. Повалил на кровать. Стал душить подушкой. Представляешь, когда живой, здоровый, и открывается дверь, кто-то заходит в маске. Это страшно. А когда ты парализованный и совершенно ничего не можешь делать. Я представляю, как это страшно. По-любому шоусь. По-любому шоусь. По-любому шоу. Шоу был, конечно. Причем в этот день у нее у мамы был день рождения. Когда следователи выехали на место нападения, то встретили там старую знакомую. Сиделку, которая раньше ухаживала за семьей первой пострадавшей пенсионерки. Именно тогда стало понятно, что зверские нападения на обеих старушек связывает один и тот же персонаж. Сиделка Нина Мудрых. Она была частой гостьей в обеих квартирах и знала многое о жизни пенсионера. Она и раньше была на допросах, но только в качестве свидетеля. Подозревать милую старушку в убийстве никому даже в голову не приходило. Она вызывала доверие пожилой человек, который вырос в советское время, которая всю жизнь работала, никогда не была замечена в какой-то преступной деятельности, даже ни разу не привлекалась к административной ответственности. Полностью положительной характеризовалась бабушка Божья Дуванчика, так бы и назвал бы ее, скорее всего. На первом допросе сиделка Нина Мудрых признала свою вину, но лишь частично. Сказала она дело, ее толкнул сын Александр Соломейн. По словам его матери, именно он избивал и душил старушек. Чтобы установить, как именно распределились роли, следователи стали собирать информацию об этой парочке. Кто они, откуда родом и чем занимались. Сосновская, небольшое село в 100 километрах от областного центра Екатеринбурга. Здесь проживают около тысячи человек, и именно отсюда родом Нина Мудрых и Александр Соломейн. Среди сельчан Нина Ивановна всегда была на хорошем счету. Работала дояркой на ферме, воспитывала троих сыновей. Двое из них проблем с законом никогда не имели, а вот старший Александр Соломейн на жизнь решил зарабатывать преступным путем. Первый раз он оказался в колонии в 2007 году за совершение разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору. Александр, он первый сын у нее. Он от другого мужчины. И этот мужчина всю жизнь в тюрьмах был. В итоге он оттуда вернулся без рук, без ног. Просто аж кто-то знал, что вот он такой... Ну, постоянно его куда-то тянуло на приключения. Думаю, старший его немножко, он рассказывал, как он в Каменске там пичевал, кого-то ограбил, сел на поезд, уехал, его в розыск подавали. Его там нашли в Сочи, родители вернули его домой. А потом тут то мужчину, машину угнал, мужчину сбил, женщину пытался изнасиловать. Пожилую причем женщину в лесу. Как можно охарактеризовать Нину Ивановну? Ну, с виду нормальная женщина. Ничего не скажу, что плохого нет. Что могу ее толкнуть на такое преступление? Не знаю я даже. Вот как вот живешь рядом с человеком и абсолютно его не знаешь, и как можешь охарактеризовать все это? Никак. Ну, нужда какая-то крайняя или что? Не знаю. Вот объяснить не могу даже. Училась она тут в Сосновской школе. У нее тут одноклассники, еще бывшие ее одноклассники тоже. Также они были шокированы. Вот Нинка, вот Нинка. Даже говорит, никогда я не подумаю, что так может человек сделать. Не знаю. Может быть, в самом деле фильмов каких-нибудь насмотрелось, а что можно так сделать. Вообще часто бывает в уголовной практике, что мать, сын вместе идут на дело, организовывают какое-то преступление, или это достаточно редко? Ну, это скорее исключение из правил. Такая практика впервые в моей жизни, сколько я работаю. Ранее такого вообще не было никогда. Ни у меня, ни у моих коллег. Мудрых после выхода на пенсию устроилась неофициально сиделкой и оказывала услуги гражданке Грищенко. Ухаживала непосредственно за престарелым мужем. Сиделки нанимались через агентство, я так понимаю. Ну, занималась она сама этим вопросом. Умер папа, да. Сиделки все, понятно, стали невостребованы. Но вот эта сиделка, фамилия Нида Мудрых, она как-то втерлась в доверие к маме и с ней общалась. Подружилась? Подружилась. Именно тогда преступники решили разработать хитроумный план. Нина Мудрых купила торт и отправилась в гости к старушке. Сказала, что шла мимо и решила навестить. Ее сын Александр Соломейн остался на лестничной клетке. Поджидать сигнал. В самый разгар чаепития сиделка незаметно отлучилась к двери и впустила в квартиру сына Александра Соломейна. Ну, соответственно, сын сразу же уже пришел на готове. Он надел маску, надел перчатки. Он обработал перчатки спиртовыми салфетками, чтобы не оставить следов ДНК. сразу же пришел потерпевший на кухню и применил электрошокер и стал требовать передачи денег и средств. Ну, она означала сопротивляться. Как говорит следователь, она сдернула с него маску. И тем самым, как бы, ну, могла уже опознать его, если бы она осталась жива, значит, на каких-то следственных действиях. И в этот момент у него и возникло желание убития. Она была задушена, значит, скорее всего, поясом от халата. Халат этот, пояс, скорее всего, дала ему мама. Соломеин искал денежно-средства. То есть денежно-средства он так и не нашел. И в последующем, с целью скрыть следы преступления, приискал в квартире же спиртно-содержащую жидкость, который облил непосредственно квартиру и поджег. После чего он скрылся с места происшествия. Вот они в таком виде. Тут даже видно еще следы от пожара, сажи. То есть они все закопченные, как вот лежали. Я их забрал. Видите, вот они все черненькие. Мама была еще, прожила, наверное, очень долго. Несмотря на ее имеющиеся болячки, она была очень крепкой женщиной. И я думаю, что если бы не этот случай, она бы до сих пор была еще жива. Пока расследовалось убийство, преступники продолжали привычную жизнь. Спустя год следствие зашло в тупик, и уголовное дело приостановили. Тогда же мать и сын, которые так и не успели сорвать куш, решили найти новую жертву. К тому моменту Нина Мудрых устроилась на работу в семью онкобольной Галины Верниченко. Так, ребята, сейчас будем чай пить. Пирог здесь есть? Чайник есть? Жена пекла пироги? Пекла. Она любила пить. Когда решили нанять сиделку, как вообще, по какому методу вы искали? В какую-то фирму обратились или по объявлению? По объявлению на одном из самых популярных сайтов с объявлениями. Ну, наверное, не второе, может быть, третье объявление. Позвонил по голосу, понравилось спокойно, чтобы мама посмотрела. Они приехали, познакомились, все-все устроил. Условия были для сиделок, ну, конечно, там не пятизвездочный отель, но отдельная комната с телевизором, ванно-туалет, кухня прекрасная. Для них и подарки постоянно, то есть там уже последние дни, да, у мамы. То есть она понимала, что там швейная машинка дорогая, там все им девочки. В этот день, Александрович, вы дома были? Как развивались события? Расскажите, пожалуйста. Меня Галя послала в банк операцию совершить. Я доезжаю до завода Калинина, мудрых звонит и говорит, с Галей плохо. Мудрых дождалась, когда муж потерпевшей уйдет из квартиры, соответственно, сразу же сообщила сыну об этом, после чего пустила сына в квартиру. Мудрых прошла к потерпевшей, сказала, что пойдет мыться в душ. Соломеин пошел уже в комнату потерпевшей, применял насилие, но насилие он применял с той целью, чтобы создать видимость того, что он случайный человек, случайно попал в квартиру, хотя ему достоверно было известно, где хранятся деньги. Он связал ее, повалил на кровать и стал душить подушкой. И я не знаю, как это произошло, она произвела фразу, где деньги. Он нашел эти деньги, увидел эту пачку денег, 180 тысяч. После чего Соломеин ушел, а мудрых вышло из душа, как ничего не бывало, и сделал удивленный вид, что как так, что, скорее всего, муж потерпевшей уходя не закрыл дверь, и поэтому преступник проник в квартиру. Александр Иванович, по вашему мнению, на здоровье вашей жены этот случай насколько серьезен, сказалось? Это сказалось серьезно. Она ушла из жизни раньше времени, могла бы еще и жить. Ее проверяли на детекторе лжи? Совершенно верно. То есть ее проверяли на полиграфе, соответственно, полиграф показал ее причастность, ну, после чего, соответственно, мудрых стал давать уже показания. Какие первые показания были? Изначально мудрых, надеясь на то, что сына, возможно, не задержат, она пыталась преуменьшить свою роль, поясняя, что сын ей угрожал. В последующем, когда был задержан уже Соломеин, показания изменились, соответственно, сын давал показания, и следствие пришло к выводу, что они действовали совместно, организованно, распределили роли. На допросах выяснилось, что к нападениям эта парочка готовилась основательно. Оказалось, что до того, как пойти на убийство, мать и сын уже пытались напасть на свою жертву. Но история закончилась с неудачей. Преступники хотели ограбить пенсионерку, но когда она дала отпор, остались без добычи. После того случая было написано заявление в полицию. Пытались найти злоумышленника, который напал? Тут тоже дело такое. Заволокители. И я маме говорил, давай я помогу, но так как она очень активная женщина, говорит, я разберусь, я разберусь. Ну, и вот так, скажем, я немножко не настоял, да, то есть, видимо, но сейчас уже, понимаешь, задним числом штаба было, как бы это все двигать дальше. Было вынесено постарение об отказе от возбуждения уголовного дела. А почему отказали от возбуждения уголовного дела? Проверка была поручена участковому полномочному, который взял объяснение. Процессуальные сроки истекали, он вынес постарение об отказе от возбуждения уголовного дела, и, по-видимому, так оно и осталось в таком состоянии. Этот отказ возбуждения уголовного дела стал роковым для обеих пенсионеров. Ведь если бы тогда преступников нашли, Римма Грищенко была бы жива. Да и нападения на онкобольную Галину Верниченко не случилось бы. 22 марта 2021 года суд вынес приговор сиделке и ее сыну. Нину Ивановну Мудрых признали виновной в пособничестве и совершении разбоя и грабежа с применением насилия. Ей назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить потерпевшим 183 500 рублей. Сына сиделки Соломейна Александра Павловича признали виновным в совершении убийства, грабежа и разбоя. Ему дали срок 20 лет в колонии строгого режима и присудили выплату пострадавшим 1 943 725 рублей 22 копейки. Как вы считаете, справедливое наказание назначил суд и по Соломейну, и по Мудрых? Учитывая возраст Мудрых, на момент совершения поступления, если не ошибаюсь, им было 66, на момент внесения приговора 68, Мудрых дали 5 лет лишения свободы. Ну, для такого возраста, я думаю, наказание справедливое. Относительно Соломейна, одно убийство, я думаю, что вполне соразмеримо. Мягкий очень договор. Говорили о том, что он получит пожизненный срок. Ну, во-первых, рецидивист 5, уже преступление было до этого, да, и уже серьезное преступление пошло уже на убийство с ограблением. То есть такой человек в обществе не должен находиться. Вполне может остаться и выйти живым, что, я считаю, вообще несправедливо. А его мама выйдет совсем скоро? Ну, его мама тут вообще на днях, да, получается. Главный вопрос этого жестокого уголовного дела, ответ на который до сих пор остается открытым. Кто все-таки был организатором этой серии коварных нападений на пенсионерок? Сиделка или ее сын, уголовник-рецидивист? Мнения на этот счет разделились. Она может быть на руку, что что-то плохо где-то лежит, она может это незаметно утащить, но чтоб на такое нет, что убивать, это, скорее всего, Александра. Если бы она, так скажем, не хотела этого, она бы всеми фибрами, всеми своими средствами, значит, отвела бы эту беду. Я думаю, что эта женщина очень опасная, очень для общества. И, значит, на самом деле мысль завладеть чужими деньгами возникла у нее, а руками сына. Ну, подставив ее под убийство. Вы думаете, она организатором главным? Я считаю, что она стопроцентный, значит, не соучастник, а организатор. Сын-исполнитель. Это мое личное мнение. Как и для меня, как и стопнику уголовного роста, конечно, это был такой, так сказать, небольшой шок. Потому что, ну, действительно, она вроде вот была рядышком, и вокруг и около ходили, но, естественно, даже никто подумать не мог, что вот такая женщина могла, можно сказать, организовать такую преступную деятельность. Как говорится, в тихом ум эти черти водятся. Особо даже не сожалела о совершенных преступлениях. Ну, то есть раскаяния вы не увидели? Раскаяния я не увидел. Не плакала? Нет. Не жалко ей было жертвы? Ей было не жалко, как ей, так и, в принципе, саламином тоже. Какие советы вы могли бы дать людям, которые только подыскивают сейчас сиделку? Ставить видеонаблюдение в квартиру. То есть было бы видеонаблюдение, этого бы не случилось. Я вот уверен в этом на 100%. То есть просто психологический фактор даже, да? Да, конечно. Можно даже, пусть были бы не подключены эти камеры, но они же об этом не знают. Ну и проверять людей. Ну а как тут проверять? У кого люди все равно, когда у человека щелкнет в голове, сделать там то или иное, не угадать. Нужны хорошие рекомендации. Нужны все равно хорошие рекомендации. То есть люди должны понимать, кого они впускают в дом. И несмотря даже на то, что эти люди подбирались через агентство, то есть даже такие ошибки могут быть и у агентства. То есть в любом случае надо присматриваться, очень не впускать близко к себе, в мысли, в душу. Быть очень осторожным. Если человек уходит естественным путем, ты как-то понимаешь это, ты можешь объяснить это. Когда человек уходит без времени, да еще и путем насилия, да еще такого страшного насилия. То есть это очень сложно пережить. Очень сложно пережить. Смерть близкого человека, она всегда неожиданная. И тем более, когда это такая жуткая смерть. Есть какие-то слова, которые вы не успели сказать маме? Понимаешь, что мало уделял внимания во время того, когда она была жива. Мало говорил о том, что мама, я тебя люблю. Мало говорил о том, что мама, живи долго. Где-то мало уделял времени, мало общался. То есть во время того, как человек жив, нужно вот это делать. Потом понимаешь, что это не вернешь. И, конечно, себя коришь. И даже вот эти события, которые произошли, вот это несчастье, если бы я больше вникал, больше бы, ну, обуделял внимание тем людям, которые окружают ее, то, наверное, бы я смог предотвратить это. Жить одному неправильно. Неправильно. Одному жить не надо. Тяжело? Одиноко? Ну, может, одиноко, может, не одиноко, но... Ну, это неестественно, нормально. Но нет, надо было быть не по-искам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok